Мариана Волкова в энциклопедии Русской Америки. Мариана, биографические факты, этапы Большого Пути. Расскажите о себе. Год рождения, время, место, биографические данные. Я родилась в семье ленинградских финнов, в городе Ранимбал. Ранимбал – это замечательное место недалеко от Ленинграда. В этом городе родился Стравинский. Я всегда говорю, что в этом городе родились два знаменитых человека – Стравинский и я. Но моя судьба не такая, как судьба Стравинского. Дело в том, что после войны, как вы все знаете, было очень много сталинских арестов. И очень много моих родственников попало под эти аресты. Очень многие так и умерли в лагерях. Никогда не вернулись. И вот с самого детства, с самого роднего детства я слышала рассказы об этих родственниках. Но я их никогда не видела. Но остались дома фотографии этих людей. И вы знаете, у меня как-то соединились фотографии с этими историями. Когда мне было 9 месяцев, нашу семью тоже выслали из Ранимбалма. Мы попали в город Петрозаводск. Петрозаводск – это столица Карелии. Красивый северный город, небольшой. На берегу Онежского озера. Но вот гамма, цветовая гамма, там была черно-серая. И вы знаете, до сих пор, когда я делаю фотографии, мне нравятся черно-белые фотографии. Потому что, вероятно, это вошло в мою кровь. То есть я делаю и цветные фотографии, но больше всего мне нравятся черно-белые фотографии. Моя мама была пианисткой. Так что с самого начала моя судьба была предопределена. Я должна была тоже играть на рояле. Поэтому фотографию я только разглядывала. Но совершенно ее не занималась. Я окончила Петрозаводске музыкальное училище. И после этого я поступила в Ленинградскую консерваторию. Закончив Ленинградскую консерваторию, я вернулась в Петрозаводск. В это время в Петрозаводске уже открыли свою консерваторию. И я там 4 года проработала. За это время я наснимала довольно много фотографий. Почему? Дело в том, что когда я училась в Ленинграде, моя мама сказала, какой подарок ты хочешь? На очередной какой-то праздник. Я сказала, фотоаппарат. Она очень удивилась, потому что зачем пианистский фотоаппарат? Я попросила фотоаппарат. Я помнила тех родственников, которых я когда-то маленькая увидела на этих фотографиях. И я поняла, что вероятно, есть такая какая-то связь внутренняя между фотографией и историями об этих людях. Ты гораздо лучше, гораздо яснее понимаешь эти истории. Я вышла замуж и уехала в Москву. Я вышла замуж за писателя Соломона Волка. У нас совпали интересы. Он тоже писал о людях, которые его интересуют. То есть он тоже хотел рассказать окружающим, с кем он познакомился и как он познакомился. А я хотела показать фотографии этих людей. И вот так получилось, что мы с ним как бы стали работать вместе. То есть мы были мужем и женой, но одновременно стали работать вместе. Побыв некоторое время в Москве, мы уехали за границу. Мы прибыли в Нью-Йорк. Любая иммиграция – это очень тяжелый процесс. Тем более в то время мы ведь считали, что мы навсегда уезжаем из России. То есть мы никогда не вернемся. То есть наши родственники и знакомые тоже считали, что мы никогда не вернемся. И вот здесь, в Нью-Йорке, в конце 70-х годов создалась невероятная ситуация. Потому что на квадратный сантиметр здесь было столько знаменитых людей, что это даже если ты начнешь перечислять, то не хватит часа. Я скажу, Ростропович, Нуреев, Барышников, Макарова, Годунов и так далее, и так далее. И это все люди из последней иммиграции. Но были еще люди из первой иммиграции. Знаменитый пианист Владимир Гуровец, знаменитый скрипач Натан Мильштейн, знаменитая Вера Стравинская, в это время уже вдова Игоря Федоровича Стравинского. Но ведь она же еще блистала в 20-е годы в России, и в 10-е годы она блистала в России. То есть нам удалось застать этих людей еще из той иммиграции. И вы знаете, я стала фотографировать здесь абсолютно как бы на... Не то, чтобы я бы сказала на автомате, но я стала безумно, безумно всех фотографировать, вспоминая, что когда-то я видела фотографии людей, которые уехали в иммиграцию в 20-е годы, и как мне интересно было узнать, что это за лица, как они были одеты, какая была вокруг атмосфера этого, как они друг на друга смотрели. То есть бытовые фотографии, не портретные фотографии, потому что портретные фотографии всегда бывают для каких-то дел. А вот как бы атмосфера всего-то. Так вот, люди, о которых я говорю, эти знаменитые все люди, в это время можно было с ними, со всеми встретиться раз в месяц. Потому что было столько здесь выставок, различных русских выставок, на которых все собирались. И вот там-то я и фотографировала. Для чего? Я сама на самом деле не знала тогда. Я не понимала, но меня что-то влекло. В 1978 году у меня состоялась выставка в Колумбийском университете. Персональная фотовыставка, которая прошла с успехом. И журнал Колумбийского университета, Колумбии, попросил меня сделать какой-то репортаж для их журнала. Я сказала, что в этой осени здесь преподает Иосиф Бродский, русский поэт. Они на самом деле ничего о нем не знали тогда. Это сейчас все знают, что он Нобелевский лауреат и что он такой знаменитый. Тогда, в общем, об этом никто не знал. И они говорят, хорошо, если вы можете это сделать, то заради Бога. Я пришла на лекцию Бродского, мы пришли с Соломоном. И я спросила Иосифа, что вот сейчас мне заказали такой репортаж о вашем пребывании в Колумбийском университете. Согласитесь ли вы мне попозировать? Зная характер Иосифа, потом я узнала. Я его не знала в Ленинграде, я его знала только по стихам. Зная характер Иосифа, теперь я не поняла, как он быстро согласился на это. Но дело в том, что этой осенью он должен был ложиться на жуткую операцию на сердце. И я полагаю сейчас, что он боялся, что чем эта операция закончится. Поэтому этой осенью я фотографировала в его доме на Мортон-стрит, в его квартире, сидящим с записанным столом, слушающим музыку, сидящим во дворике. У него, кстати, был симпатичный очень дворик, и квартира напоминала чем-то итальянскую квартиру. Вдали абсолютно от нью-йоркского шума. Только иногда звук самолета или гудок парохода нарушал эту тишину. Мы ходили вместе на Гудзон. На Гудзоне он абсолютно преображался, потому что чем-то Гудзон ему напоминал Неву. И однажды Серёжа Давлатов меня спросил, «Марьяна, разве ты так давно фотографировала Шиосифа?» Он, наверное, в снимке такой молодой. А это он просто на реке так преображался. Я его фотографировала на различных вечеринках, я его фотографировала на выступлениях. А в одном выступлении я бы хотела сказать немножко подробнее. Дело в том, что в 1992 году Иосиф согласился выступить перед русской аудиторией в магазине, который называется «Русский дом», «Рашн хаос». И вот в этот магазин набилось невероятное совершенно количество народу. Собирался вечер быть только два часа, не более того. Я, конечно, взяла фотоаппарат. И когда я пришла на этот вечер, людей просто уйма, уйма на улице стояли, чтобы только его послушать. Он проходит в своём твидовом пиджаке. Было-то апрель. Довольно тёплое время для Нью-Йорка. В твидовом пиджаке проходит к столу, откуда он должен читать. И вот он начинает читать. Я начинаю его фотографировать. Думаю, два часа, ну, вообще немного пофотографировала. И вдруг начинается шаманское действо. Иосиф, все мы знаем, что у него больное сердце. Иосиф говорит, читает и читает, и читает. Он снимает пиджак. У него он расстёгивает ворот рубашки. Он немножко развязывает галстук. У него на рубашке появляется на левой стороне мокрое пятно. И вы знаете, я даже не поняла, сколько он читал, как долго он читал. Перед ним вырастает груда окурков, потому что он постоянно курил. Груда окурков. Я не поняла, сколько я фотографировала. Вы знаете, сколько он за этот вечер стоял на сцене? Без перерыва. Три с половиной часа. И вот эта сессия мне показала, насколько щедро Бродский к своим слушателям. И мне на сегодняшний день просто жалко тех людей, которые не были на таких чтениях Бродского, когда получалось, что ты это событие запомнишь на всю жизнь. Ты передашь его своим детям и ты передашь своим внукам. Возвращаясь к тому, что я фотографировала на различных выставках людей, у меня собралась довольно большая коллекция фотографий. Довольно большая коллекция фотографий, которые, я думаю, всё-таки надо их где-то опубликовать. Надо как-то их напечатать, чтобы не только я это знала, не только эти люди, которых я фотографировала, знала. А я попросила Серёжу Давотову написать историю каждой фотографии, на что он сначала отказался, потом я два года за ним ходила, абсолютно безрезультатно. А однажды мы идём с Соломоном по Бродвею. Летом жара, солнце печёт. Смотрим под ноги для того, чтобы наверх не смотреть, чтобы в глаза не светило. И вдруг у нас нету солнца, затмение. Я поднимаю глаза, передо мной Серёжа Давотов. Случайная встреча на Бродвею. Вот я просто хочу сказать, как иногда бывает случайность, эмоциональная случайность. Он не здрасте, ничего, он говорит. Марина, ну так мы договариваемся теперь делать альбом? Я говорю, ну конечно договариваемся. Конечно договариваемся. И так начался вот мой второй проект, о котором я хотела бы ещё немножко рассказать. Дело в том, что Серёжа приходил к нам сюда домой, и мы долго обсуждали, какие фотографии мы берём. Какие-то истории он знал про этих людей, которых я фотографировала. Какие-то истории знали мы. И это невероятно было захватывающее, просто захватывающее зрелище. Когда мы рассказывали Соломону, ему какие-то музыкантские истории, а он нам приносил маленькие бриллианты. Это всё так преображалось под его пером. Этот альбом был издан в 88-м году здесь, в Нью-Йорке. Но дело в том, что в России им заинтересовались. И захотели какие-то фотографии с текстами опубликовать в России. И вот в газете «Известия» было такое приложение «Неделя». Люди, симпатичные ребята из этой недели, они сказали, что вот вообще-то. И затягивается, затягивается, затягивается. Потом нам сказали, что там была целая интрига. Потому что в это время, в это время в России ещё нельзя было печатать таких историй, какие написал Серёжа Даватов к этой книге. И в конце концов, значит, решили же, дошло это делать до ЦК. И там решили, что хорошо, 1 апреля пустят этот материал, впустят 1 апреля. Вроде бы как шутка, вроде бы как и не на серьёзе. И вот 1 апреля действительно появился разворот в неделе. С текстами Серёжи и с моими фотографиями. И это была первая публикация Серёжи в Советском Союзе. Марьяна, а можно показать вот книжечки? Вы говорите об этой книге. Да, об этой книге. Вот мы здесь с Серёжей. И внутри фотографии, и о ней рассказ. Да, да. И об этом человек и рассказ. Немножко просто несколько разворотов. Ваша фотография. Вот моя фотография. Виктор Некрасов. И рассказ Довлатова о Некрасове на русском и на английском языке. А эта книжечка как раз вот Фолиант, это Бродский, о котором вы только что рассказали. Да, а это вот портрет поэта. Очень много фотографий с этого вечера, 92-го года. Да, да, да. И Иосиф Бродский в Нью-Йорке, это прогулки как раз. Да, Иосиф Бродский в Нью-Йорке. Иосиф Бродский в Нью-Йорке. Иосиф Бродский в Нью-Йорке. Да. Продолжение следует...